Встреча с Казахстаном Встреча с Курчумом Встреча с Казахстаном 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 На химическом заводе в Техасе прогремели два взрыва Предприятие оказалось в зоне действия мощного урагана Харви Из-за наводнения вышли из строя резервные аккумуляторы В результате отключились устройства для охлаждения химикатов Информации о пострадавших не поступало Ранее руководство завода заявило, что избежать детонации химикатов невозможно Накануне в срочном порядке были эвакуированы люди, проживающие в радиусе двух километров от предприятия Напомню, Харви обрушился на побережье США в минувшие выходные Он стал самым разрушительным ураганом на территории страны за последние 12 лет Жертвами стихийного бедствия в Техасе и Луизиане стали 35 человек Около 20 числятся пропавшими без вести Еще 30 тысяч жителей находятся во временных убежищах Сумма материального ущерба от стихии может составить 160 миллиардов долларов До 11 возросло число погибших в результате обрушения трехэтажного здания в Индийском Мумбаи Еще около 15 остаются под завалами Между тем, как сообщают экстренные службы мегаполиса Всего из-под обломков рухнувшего дома были извлечены 25 пострадавших Они госпитализированы Спасательная операция на месте ЧП продолжается Точная причина случившегося остается невыясненной Однако, по мнению специалистов, обрушение могло произойти из-за обильных дождей Накануне инцидента в Мумбаи прошел сильный ливень За сутки в городе выпало более 30 сантиметров осадков Здание обрушилось, и мы боимся, что под обломками есть пострадавшие Пожарные спасатели сейчас пытаются извлечь из-под завалов как можно больше людей В Саудовской Аравии в этом году ожидается рекордное число паломников, совершающих хадж в Мекку Накануне сюда отправились 2 миллиона верующих В том числе и мусульмане из Катара, с которым Рияд разорвал дипломатические отношения в начале июня В связи с хаджем в стране усилены меры безопасности Улицы патрулируют дополнительные наряды полиции Саудовская Аравия постаралась сделать все возможное, чтобы избежать повторения трагедии двухлетней давности Когда во время давки погибли около 2000 человек Между тем, как говорят паломники, одно из главных испытаний в Мекке – это жара Столбики термометров здесь держатся на отметке плюс 40 градусов по Цельсию Следить за здоровьем верующих будут 30 тысяч сотрудников медучреждений, сообщает телеканал Евроньюз Достижения и потенциал женщин в вопросах охраны окружающей среды, борьбу с изменением климата А также переход к зеленой экономике обсуждаются в Астане на Международном форуме «Женщины за энергию будущего» В нем принимают участие свыше 300 делегатов из 25 стран мира Среди них заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания России Галина Карилова Глава администрации президента Республики Беларусь Наталья Качанова И вице-премьер-министр Кыргызской Республики Чулпон Султанбекова С приветственным словом перед участниками выступила государственный секретарь Казахстана Гульшара Абдыкаликова По ее словам, женщины всего мира должны оказывать влияние на развитие зеленых технологий Для чего у них есть все возможности Сегодня миру необходима активизация участия женщин в развитии глобального устойчивого роста и инклюзивного развития Женская энергия – это абсолютно чистая и созидательная энергия Мы должны внести в свой особый вклад транзит человечества в зеленой экономике и использованию альтернативной энергии Информация с казахстанской фондовой биржи По итогам двух сессий сегодня курс составил 337 тенге и четвертина за доллар Общий объем торгов – 296 миллионов в американской валюте Более 25 миллиардов долларов было инвестировано Великобритании и в Казахстан за годы нашей независимости Об этом эксперты сообщили на встрече с британским министром по делам Европы и Америки сэром Алланом Данконом, которое проходит в Эстонии Его визит в столицу посвящен казахстанско-британским отношениям Участники обсудили стратегические интересы Туманова Альбиона в Казахстане и всей Центральной Азии Выход Великобритании из ЕС и влияние этого процесса на нашу республику И, конечно, аспекты дальнейших взаимоотношений Отмечу, страны сотрудничают в основном в сфере энергетики, образования и горнодобывающей отрасли На сегодняшний день Великобритания является одним из 10 основных инвесторов республики Казахстан А в Казахстан входит 5 основных инвесторов Великобритании Товарооборот между двумя странами выросли на 26% Например, в этом году товарооборот достиг до 122 миллионов долларов Также инвестиции из Великобритании в республику Казахстан Занимает 5% от общей инвестиционной политики, которую проводит республика Казахстан В этом году мы отмечаем 25-летие дипломатических взаимоотношений между Казахстаном и Великобританией Мне очень приятно, что сегодня это партнерство достигло самого высокого уровня Оно очень плодотворно, и мы будем только усиливать эти отношения Казахстан играет важную роль на международной арене Включая его роль в качестве непостоянного члена Совета безопасности ООН Я хочу выразить в вашей стране самые теплые пожелания В этом году планируется показ 39 отечественных сериалов, снятых в различных жанрах И рассчитанных на самую широкую аудиторию Об этом заявил министр информации и коммуникации Дорин Абаев Во время посещения киносъемочной площадки, где по заказу агентства Хабар В одном из живописных уголков Алматинской области проходят съемки Исторического сериала о подвигах казахских батыров Процесс съемки, а также первые смонтированные эпизоды Увидел и наш корреспондент Оскар Сергалеев Восьмисеринную картину о времени междоусобных войн И продолжительного противостояния вероломным набегом калмыков и ойратов Зритель увидит уже скоро Во всяком случае, некоторые эпизоды уже смонтированы В рамках прямого поручения главы государства Мы усиливаем работу по количеству отечественных сериальных продукций И в этом году, если все будет хорошо, мы сдадим Покажем порядка 39 сериалов отечественного производства Они будут разножанровые Надеюсь, что будет хороший положительный эффект Где-то начиная уже с осени этого года Главный герой фильма Харасай Батыр Сложная роль досталась пока еще малоизвестному актеру Назару Шархану Ежедневно, вживаясь в роль полководца, актер ловит себя на мысли Что современным казахстанцам повезло Они родились совсем в другое время Нашим предкам не было легко Это было очень сложно Думаю, если мы сейчас попадем в это время Мне кажется, мы не выживем И я понял, что наши предки, они были очень сильными В плане духовного, морального Принято считать, что успех картины зависит от звездного состава Но режиссер-постановщик Оскар Узабаев, похоже, решил разрушить этот стереотип Я вообще делаю ставку на молодых актеров На актеров, которые не так много снимаются в казахстанском кино И, вы знаете, говорю, получается На экране совсем другая магия И это отлично, это оценят зрители 2017-й обещает стать самым премьерным годом отечественных сериалов Зрителю представят почти 40 картин самых разных жанров Объединенных одной общей идеей духовного возрождения Аскар Сергалеев, Айдар Абдешев, Хабар-24, Алматинская область Казахстан – флагман движения за безъядерный мир Так в своей новой книге пишет украинский публицист Николай Степаненко К пятилетию проекта «Атом» в Киеве прошла презентация издания Роль Казахстана в глобальных действиях против ядерного оружия Мероприятие посетили и наши корреспонденты Архитектор безъядерного мира Так Нурсултана Назарбаева называет известный украинский публицист Николай Степаненко Закономерно, что по чертежам президента Казахстана Будет построен справедливый безъядерный мир Инициативам президента Назарбаева, направленным на антиядерную политику Посвящена львиная доля книги Кроме того, автор подробно изложил историю Семипалатинского полигона Чтобы донести ядерную трагедию Казахстана до украинской молодежи Украина и Казахстан являются давними и верными партнерами в антиядерном движении И недаром свидетельством тому, это международное признание Украина и Казахстан избранный Совет безопасности ООН Со времен закрытия полигона Семипалатинского Казахстан стал лидером антиядерного движения Казахстан выступает с новыми глобальными инициативами к мировому сообществу И эти инициативы поддерживаются Украина, пережившая Чернобыльскую катастрофу, не понаслышке знает последствия ядерной трагедии Именно поэтому страна регулярно отмечает вместе с Казахстаном годовщину проекта «Атом» И чтит память жертв ядерных испытаний В этом году к юбилей проекта приурочили выпуск книги Настоящей энциклопедии по антиядерной политике Казахстана Книга эта является каталогизацией мирных инициатив Казахстана В сфере разоружения, а также тех практических шагов Которые предприняты были нашей страной по созданию мира свободного от ядерного оружия Для Украины, которая испытала все тяготы, неизгоды Чернобыльской катастрофы И для Казахстана, где находился в крупнейшей мире симпатийский авиальный полигон Эти проблемы особенно актуальны и чувствительны Книга вышла тиражом 500 экземпляров Первую партию изданий автор передал в одну из национальных библиотек Украины Отсюда ее распространят по другим научным и учебным заведениям страны Казахстан, народ Казахстана выдержали эту всю тяготу ядерных испытаний советских И то, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил в 1991 году против проведения ядерных испытаний Подписал указ о запретении Это выражение чаяния всего казахстанского народа Ну а Нурсултан Назарбаев является одним из таких политических лидеров, чей авторитет моральный не вызывает сомнений нигде в мире И, конечно, это послужило очень важным толчком для усиления борьбы во всем мире против распространения ядерного оружия Роль Казахстана в глобальных действиях против ядерного оружия – седьмая книга Николая Степаненко, посвященная Казахстану Традиционно автор готовит издание на украинском языке Чтобы как можно больше жителей страны могли ознакомиться с историей и инициативами братского народа Анна Панасчук, Михаил Мищенко, специально для Хабар-24, Киев, Украина На этом наш выпуск завершен Оставайтесь с Хабар-24 и хорошего вам завершения, рабочего дня Редактор субтитров А.Семкин